МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В предыдущей части программы. Хаквандо против русской разделочной доски. Кто сломается первым? Корейская фабрика звезд. Торжество пластических хирургов и музыкальных продюсеров. Где у корейцев собака зарыта? Или особенности национальной кухни? Впервые еду нужно не просто съесть, а сначала поймать. Итак, я в Сеуле, столице Южной Кореи. С наступлением ночи у этого мегаполиса расширяются не только зрачки, но и глаза. Почему у кореянок такие большие глаза? И как Сеул расширяет зрачки иностранца? Вот прямо за моей спиной университет Хангик. Один из самых крупных в Сеуле. Ну и такой местный институт искусств. А прямо вот через дорогу от него... Начинается улица. Тусовая улица или целый район Ханде, где тусуются студенты, это университет и вообще вся молодежь города. На улицах Сеула любой итальянец, швед или русский становится просто европейцем. А вот азиаты разваливаются на кучу этнических групп. Население района Ханде – это студенты и туристы из Кореи, Китая, Японии, Филиппины, Сингапура. Кто где, мне, естественно, непонятно. Вы туристы? Да. Вам нравятся корейские девочки? Да. А лучше корейские или китайские девочки? Нет, все же лучше китайские. Привет. Почему так боятся? Как будто они не поступили в какой-то университет. Привет. Ай, ай, все стесняются вообще, такие стесняшки, просто нереальные. Вот там, смотри, вот их двое, вот их двое. Динь, а можно спросить? Все бояка, бояка. Так, давай, привет. Ну все. Я еще ни в одной стране не видел такой боязни камеры и стеснения. Причина стала мне понятна немного позже. А пока мне оставалось только вылавливать явных представителей Запада. Парни, вы из Штатов? Да, Нью-Йорк. Нью-Йорк, Миссисипи, я вижу. А угадайте, мы откуда? Лондон. Нет. Австралия? Нет. Англия? Дания? Нет. Москва. Да ладно. Да, Россия. Ребят, вы что делаете в Корее? А у нас выбора не было. Мы солдаты. Армия, замолкни, ты чего говоришь? Все, заканчиваем. Выключите камеру. Да, на территории Южной Кореи расположены американские военные базы. И рядовые при первой возможности бегут именно в этот район. Дешевые, яркие и честные клубы со стопроцентно счастливой концовкой. Единственное, что меня смущало, это некоторые нюансы на входе в здешние заведения. Можно мне зайти в клуб? Нет. Вот паспорт. Нет. Нет? Позже мне объяснили ситуацию. На входе было написано на нормальном корейском языке. Вход только для лиц с 85-го по 96-й год рождения. Представляете, достал тот момент, когда я слишком стар, чтобы зайти в клуб. Поздравляю, вы моложе 20 лет. Один из главных признаков хорошего клуба – это очередень. Огромная очередь, которая, смотри, куда идет. Смотри. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. И вот, и туда вообще, смотри. Вот, все, и все. И она туда еще уходит. Это значит, что мы просто обязаны туда попасть. Здравствуйте, а нам можно войти? Извини, брат, но босс сказал «только для корейцев». А, только для корейцев. Серьезно? Иностранцам нельзя? Прости. Да ладно. Вы серьезно? Хотя с таким количеством клубов и туристов они могут себе позволить хотя бы одно заведение без этих, одинаковых, с круглыми глазами. Мы собираем людей. А, вы просто зазываете всех в этот клуб. Я могу вам помочь. Здравствуйте, все в клубы! Здесь скучно! Вот как зазывает. Видел, как он? Он просто за руку взял девчонок. Давай попробуем сюда попасть. Десять тысяч. Я с этим человеком. Сколько вас? Двое. Вот, держите. Окей. Я вам ставлю печать. Это на четыре клуба. Одна печать на четыре клуба? Серьезно? И вот вам талоны на напитки. Если захотите пойти в другой клуб, скажите мне. Я вам покажу дорогу. Веселитесь. Эй, оператор! Печать! Теперь ты в другой системе, в другой сфере общения. В клубе правила поведения сильно меняются. Я давно хотел проверить известный слух, а точнее термин. Называется «буби-буби». Это когда ты можешь подойти к спонтанной девушке на располе, взять ее сзади за талию, начать с ней танцевать, и тебе ничего не будет. Пойдем проверим. Ой, 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 ой. Это нормально, нормально. Ты видел, что происходит? Девчонки, сами. Это твой парень. «Буби-буби» – чисто корейский термин. Не секс-туризм, но степень приближения максимальная. Удачное стечение обстоятельств определенно приведет тебя в мотель, то есть гостиницу на ночь, коих в центре Сеула очень много. Именно так закончится вечер для счастливых пар в районе Ханде. Но не для нас. Мне стоило немалых сил вытащить оператора из царства «буби-буби». Это, можно сказать, прям мы так трепанули сейчас. То есть маленькое мини-путешествие у нас было прям, да, дружище? Все, конечно, было весело и ярко, но я чувствовал, что мы что-то пропускаем или не там ходим. Как будто мне предлагали маленькие пробники разных сортов ночной жизни. Но полноценную версию куда-то прятали. И вы знаете, моя интуиция меня не подвела. Если ты хочешь увидеть нормальную вечеринку, нормальную пати, просто езжай со мной и все. Я тебе покажу нормальную пати. Район называется Кангнам. Слышал, Джек, слышал? Артур – простой русский студент. Правда, в Корее. Зарабатывает на жизнь модельным бизнесом. Европейская внешность здесь в цене. Дружище, мы не в том районе, я с тобой говорил. Здесь одни студенты и молодняк. Нам нужно в район, как он называется? Гангнам. 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 Ну, это чувак. Опа, Гангнамстан, помнишь? Да, да, да. Так что, давай, я туда, но... Не, не, я не сейчас, я попозже. Сейчас у нас одна маленькая миссия, и потом мы к тебе присоединимся. Тогда давай, я первый поехал на созвоне номера встану. Все, давай, увидимся. Давай, давай. Перед тем, как пойти в правильный клуб, мне нужно правильно одеться. Ну, я же не пойду в шортах, меня просто туда не пустят. Знаем, проходили. Во всем мире я сталкивался с одной и той же проблемой. Глубокой ночью негде купить одежду. И только в Сеуле есть целый район с огромными торговыми комплексами и палатками, где можно купить одежду круглые сутки. Реально, до пяти утра. Это район Тандымун, рай для шопоголика. Видите эти тюки и стопки одежды? Это та самая одежда, которая выставлена в московских дизайнерских бутиках. Естественно, втридорога. Просто отсюда все начинается. И это никогда не заканчивается. Например, вот этот огромный торговый центр работает до пяти утра. Но... Но на улице, буквально в десяти метрах, все то же самое, что в большом торговом комплексе, только дешевле. Все то же самое, абсолютно. Единственное, я не понимаю, что мне надо, что одеть. Я как-то хочется вроде как бы и выделиться, и в то же время быть на стиле. Здравствуйте. Я иду в клуб. И мне нужно что-то крутое. Такое уличное, модное. Окей, спасибо. Он точно не стилист. Вы говорите по-английски? Может, вы говорите по-английски? Да. Я просто хотел попросить помочь. Мне нужен кто-нибудь, кто помог бы мне одеться в стиле каннам. Ты откуда для начала? Ладно, ты говоришь по-английски. Первый человек, который нормально говорит по-английски. Спасибо. Я знаю, спасибо. Я возьму и соедущий. Привет, Россия. Мне нужно что-нибудь такое стильное. Ты идешь в клуб? А что, я сейчас не очень? Ну да, довольно странно. Ридия оказалась для меня очередной находкой. Во-первых, она свободно говорила по-английски, что для Сеула редкость. А во-вторых, она начинающий модельер, который ходила по этому району в поисках новых идей. А что во мне не так? Что не каннам стайл? Вообще, мне нравится твой стиль, но надо, может, поменять майку. Но мне нравится пиджак. И цвет шорт хороший. Но шорты очень короткие. Ну ты же не идешь в клубы типа октагон? Ну такие, гламурные клубы. Вот именно туда и иду. Вот как? Да. И что, они меня не пустят в этих шортах? Думаю, нет. Вот такое место невозможно нигде в мире. Ни в Москве, ни где ты не найдешь такого рынка с одеждой, которая работает ночью. Это просто невозможно. Почему у вас это есть? Просто у нас огромная культура ночной жизни. Она тут очень активная. Все время есть люди на улицах, потому что люди работают допоздна. Слушай, а почему все корейские девочки носят такие короткие шорты и юбки? Почему им так нравится показывать ноги? Это такая культурная особенность. Не знаю, откуда это происходит. Но почему? Ну нам как-то свободно в коротких шортах или юбках. Короче говоря, показывать ноги – это нормально. А вот декольте – это уже вызывающе. Спасибо тебе большое за помощь, за все шмотки в рюкзаке. И за кепку… Чуть позже вы увидите, что там все. Спасибо тебе. Дай мне совет перед тем, как окунуться в ночную жизнь к нам. Корейцы очень дружелюбные. Если он хочет обнять, это не значит, что он гей. Ты просто можешь ознакомиться с людьми, веселиться. Все позитивны. Только не приставай к девушкам, которые уже заняты, потому что люди здесь такие – собственники. Ладно, я запомнил. Спасибо большое. Что в Корее делают на прощание? Жмут руку, целуются, обнимаются? Я могу обнять тебя, но никто не целуется. Тем временем я уже полчаса стоял перед входом в клуб «Октагон», ожидая Артура, русского студента, которого я встретил этой ночью и который посоветовал мне этот район и этот клуб как правильное место. А эта паранойя по поводу внешности похожа заразна. Главное, что все здесь одеты в черно-белое. По цвету я вообще сюда не вписываюсь, но никак не подхожу. Я какого-то такого попугая подобной расцветки, потому что… Что сидишь, как бедный руководник? Я просто уже на камеру отписываюсь. Здорово, здорово, здорово. Понятно. Извини, извини за джином. Чувак, у меня одна ночь. Это мой друг Джино. Джиноа. Это Артем. Артем. Я просто, я пока тебя не был, я в магазин сходил, прикупился. Ну и как? Я тебе скажу, если бы ты был корейцем, ты бы не отличился от них. Ты бы был человеком, который живет здесь, на Кагнам. Прекрасно. Спасибо большое. В отличие от других мест, на Кагнаме все стараются одеться так побогаче, покрасивее, ну чтобы чувствовалось, как будто они элита. В чем особенность вот Гангнам Стайл? Что это за стиль? В чем его фишка? Это район, где собираются люди, которые хотят заявить о себе. Это богатая молодежь, из хороших семей. Это дизайнеры, модели, тусовщики. Гангнам – это просто тусовка, определенный уровень достатка и пафоса. Скажи, вот какие-то правила поведения в крутом, офигенном клубе в Сеуле? Если кто-то понравился, не говори много, просто действуй. И самая-самая особенность, потому что в клубах слишком громко. Девушки тоже не любят, когда много говорят. Поэтому подошел. И буби-буби, да? И буби-буби. Буби-буби окей. Корейцы ходят в клуб не для того, чтобы слушать музыку или танцевать. Танцевать, кстати, корейцы не умеют, как и плавать. Клуб – это место знакомств, где кореец может вести себя более раскованно, чем на улице. В этом главная особенность корейской ночной жизни. Привет, ты откуда? Как тебе корейские мальчики? Ну так, ничего. Мне нравишься ты. Что такое? У него две девушки. Вот такое там стоит. Я же говорю, он не слабый. Он даже меня поймает, поднять не может. Давай, Рей. Как тебе вечеринка? Неплохо. Привет! Отлично выглядишь. Они прям стесняшки. Вот из всей Юго-Восточной Азии, Корея, прям самые стеснительные люди. Вот ты сейчас повернешь направо от меня, и они отвернутся. Да, в районе Ханде общение с противоположным полом складывалось попроще. Единственная девушка, которая готова была ответить на все мои вопросы, это подруга Артура, украинская модель Карина. А правда, что все конейские девушки, половина, все после фактической операции? Правда, правда. Да? Борь, а скажи, вот эта девочка после операции, вот эта вот? Да. Да? Самая красивая бартендерша. Да? Вот, она после операции, скажи? Да, они все тут после операции. И что у нее родное? Ты можешь сказать? Ничего родного. Вот здесь все родное. Да? Здесь, вот. Это родина моя. Всех люблю на свете я. Пока я не увидел ничего, чтобы выдавала в этом месте пафос и роскошь. Я даже немного пожалел, что уехал из района Ханде. Пока я ходил по клубу, друг-тусовщик Артур договорился о встрече с директором клуба. Может, он расставит все точки над гирой? Нифига себе на встречу с директором. Идем, идем, идем. Тут тихо. Отлично, меня сейчас замочат здесь вообще. Я надеюсь, вы тут не мафия? Биджей – хозяин клуба «Октагон», одного из самых популярных клубов Сеула. Он стоял у истоков ночной жизни этого города. А знаете, откуда все началось? Я был в России. Правда? Где? Хабаровск. Ездил туда диджей. Когда я впервые был в Хабаровске 15 лет назад, меня поразила клубная жизнь. Я увидел, что такое клубная культура. В Корее тогда не было такого движения. Это сейчас Корея догнала по ночной жизни и Россию, и вообще многие страны мира. Вообще, бывает конфликты в клубах, там, дерутся. Корейцы, они агрессивные. За ночь может случиться несколько драк. С этим обычно справляется наша служба безопасности. Но бывает и так, что полиция приезжает 4-5 раз за ночь. Стилит хэкпандо? Нет-нет. Просто. Признаюсь, сам клуб мне не был интересен. Мне все стало ясно еще в районе Ханде. Здесь я искал гламур и кич. Но для этого надо выделяться. А у корейцев это плохо получается. У них было слишком много комплексов, чтобы до конца открыться. Посещение района к Ганнам программы «Неспокойной ночи» не осталось незамеченным. Местный папарацци застал нас в самом разгаре съемочного процесса. Станная идея нашего визита в Корею и Nightlife в том, что в Корее люди очень много работают. И если у них попадает возможность отдыхать, то они отдыхают по полной. Мы приехали и нашли тому подтверждение. Корейцы вообще нереально отдыхают, если берут максимум от каждой секунды. Но девчонки стеснялки. Мне кажется, что идея такая, что все девчонки, они не говорят своим парням, что они пошли в клуб. До рассвета оставались считанные мгновения. Даже бессонный Сеул начал потихоньку оголять свои улицы. Из-за туманенной весельем корейский разум начали поступать мысли о том, что пора расходиться. Либо по домам, либо в одноразовый отель после удачного Буби-Буби, либо... Доброй ночи, один взрослый. Это будет 13 тысяч. А, 13 тысяч вон. Это потому, что до пяти утра у них такие цены. А с пяти утра уже дешевле. Это мой ключ? А это ваша одежда. Добро пожаловать в Драгон Хилл, восьмиэтажный банный Диснейленд. На первом этаже кафе и магазины. На втором и третьем женские сауны. На четвертом фитнес-центр. На пятом и шестом бане для мужчин. А на седьмом сад с барбекю. И все это работает 24 часа в сутки. Первое впечатление, как будто ты попадаешь не в сауну или в баню, а прямо в какой-то торговый комплекс. Какой-то такой огромный, подмосковный. Тут раздевалка даже находится на пятом этаже. Наконец-то. Лифт только для мужиков. Какая бы баня ни была, хоть и корейская, без русского, дубового веника, я туда не пойду. Вот это основной зал. Отсюда все начинается. Ну, собственно, здесь все и заканчивается. Смотрите, все люди здесь спят. Так они проведут остаток ночи. И отсюда, как щупальца, раскидывается огромное количество комнат, саун с разными температурами. Я хочу найти хоть одну комнату, где я могу применить русский веник. Блин, как здесь холодно. Это точно бесполезно. Представляете, здесь 49 градусов, а чувак здесь спит. Реально. Нет, ну париться здесь невозможно. Надо еще больше. Ладно. Здесь, конечно, очень жарко. Очень круто вот это все соль натуральная. Камни соли. Но я без понятия, что здесь делать с этим веником. Здравствуйте. Где я могу воспользоваться вот этим? Мне нужен парк. Здесь нет, да? Нельзя? Здесь созданы все условия для того, чтобы люди находились здесь круглосуточно. То есть здесь можно перекусить, поесть, попить. Там есть картошка фри жареная, чипсы, мороженое, йогурты, все что угодно. И это работает круглосуточно. Пять часов утра, а по бане до сих пор ходят люди. Трезвые, как днем. Кто-то сидит и копается в телефоне, кто-то только ложится спать. А главное, заметьте, все соблюдают тишину и уважают тех, кто решил здесь переночевать. Пол с подогревом в центральном зале создан специально для этого. Похоже на золотые слитки, правда? А это подушки. В это время сон на вес золота. Я из Москвы, из России. А это вам сувенир на память. Чтобы париться. Это вам. Спасибо. Пока одни засыпали, другие уже готовили себе завтрак. Город по инерции, не сбавляя оборотов, начинал новый день. Эта сумасшедшая машина по переработке времени под названием Сеул продолжала свою работу. Обычно ночь скрывает недостатки мегаполиса. В нашем случае ночь пролила свет на некоторые нюансы. За все время я не увидел ни одного местного жителя, который бы получал удовольствие от времяпрепровождения. Ночной отдых стал продолжением дневной работы и частью расписания в ежедневнике. Признаюсь честно, я полюбил город больше, чем его жители. Чтобы понять и подружиться с корейцем нужно очень много времени. Но чтобы подружиться с Сеулом достаточно одной ночи. по-большому вы сегодня здесь ходите. Потому что... Та-дам! Ребята, у нас оператор на сегодня день рождения, поэтому небольшое угощение для... Как тебя зовут? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова